Добрый день, дорогие друзья! И сегодня я хочу с вами обсудить одну еще интересную тему. Тему тайных знаний. Тему сокровенных неких знаний, которые существуют где-то. И этот источник, эту сокровенную книгу, чашу, пластину и так далее. Человек ищет, ездит, пытается откопать, пытается познать и так далее. И на этих вещах, на этой потребности человека, в глубинных сокровенных тайных знаниях построены целые религии. У нас есть наука Каббала, например. Это тоже, оказывается, наука. И очень многие люди отправляются вот так в путешествие и не задумываются даже, где их искать, эти знания. И на самом деле человека, который решил искать знания вне себя, уже достаточно сложно разубедить и сказать, «Слышь, родной, ты займись какими-то техниками, углубься в себя, помедитируй». И, возможно, ты откроешь это глубинное сокровенное знание, самое сакральное, которое может быть, оно в тебе. И человек этому может и не поверить. И мне доводилось в своей жизни очень часто встречать людей, которые вообще не понимали, о чем я говорю, когда я им об этом говорила. Используя эту потребность человека познать нечто таинственное, строятся очень многие объединения людей. Вы можете назвать их религиозными, можете их назвать сектантскими, можете назвать бизнес-объединениями, маркетинговыми, еще какими-то. Суть от этого не меняется. Человеку гарантируется некое познание некого тайного знания. И предлагаются ступени, ступени, по которым он будет идти. Конечно, сперва адепт рассчитывает на самую низшую ступень, где даются азы. Как правило, меняется терминология, вводятся новые слова. И вот человек уже разбивает единое на мелкое, на какие-то части, пытается выстроить структуру. Потом дальше, продвигаясь по этой иерархической лестнице, у него еще подключается эго. Он же теперь знает больше, чем только что пришедшие адепты. И таким образом человек двигается, двигается по ступени. В какой-то момент у него может включиться разочарование. Он видит, что это все в никуда. Способности-то у него не открылись. Интуиция не открылась. Способности к видению зачастую не объективны. Не проверяются на объективность. Я все это придумал себе сам, получается. И на этапе, когда у человека наступает разочарование, как правило, в таких сетях человеку или в объединениях предлагается выбор. Либо ты учишься дальше и в дальнейшем становишься специалистом, который будет обучать таких же адептов. Либо ты потратил деньги зря на все это, и ты можешь уходить, ты будешь изгоем и так далее. Это практикуется, между прочим, не просто в религиях. Те, кто попадал к саентологам на Иисус-Бае или еще куда-то к Яговам, у них есть свой опыт, и они могут этим делом поделиться. Что примерно иерархическая ступень выглядит таким образом. Но есть достаточно скрытые, завуалированные системы, которые предлагают познать какое-то тайное знание. Так вот, господа, у человека всегда есть выбор. Я уже говорила в предыдущем ролике о том, что двигаться ему дальше или не двигаться. Это он определит для себя сам. Другой момент, чтобы было понятно, к чему записан вот этот материал. К тому, что чем более у вас структурировано и развито левое полушарие, которое у нас такое математическое и логическое, правильное, выстроенное, чем больше оно наполняется какими-то схемами, структурами, убеждениями и так далее, тем больше страдает ваше правое полушарие, которое, как выясняет наша наука, оно-то и ответственно за наше образное воспроизведение и за субъективное восприятие наше. И тем меньше вероятность вообще развития каких-то способностей у человека. Почему? Потому что мозг загружен ненужной информацией. Место на дисковом пространстве занято. И, как правило, трансовый опыт у человека при этом очень сильно хромает. Человеку очень тяжело погрузиться в себя, потому что активная программа ума, которая привыкла это все структурировать, укладывать, соединять, компилировать и так далее, она включается и не дает человеку просто затормозить, просто войти в то внутреннее равновесие, когда правое и левое полушарие в своей работе мозга у человека синхронизируется, наступает некая точка, в которой открывается возможность у человека дальше уже взаимодействовать со своим собственным подсознанием, а через него выходить в более глубинные слои бессознательного, в те слои, где все мы друг с другом связаны. И программа ума в таком случае, привыкшая очень активно работать на включение во внешнюю игру, она просто не может нормально дешифровывать информацию через энергоинформационное поле, поступающее к нам, от энергоинформационного поля нас никто не отделял, оно всегда находится в нас и течет через нас, и мы можем всегда иметь доступ к требуемой нам информации в том случае, когда мы можем просто войти в определенное состояние. И эти состояния, мы уже рассматривали, это состояние глубинного торможения, в момент, когда выключается программа ума, мы наблюдаем последние уходящие мысли из головы, мы вытягиваем состояние наше, поднимаем как можно выше, хотя бы до радости, но доступ к информации открывается с любви, то есть любовь у человека идет как базовое состояние. Вот. И вот этими вещами, когда человек не занимается, он и пытается найти что-то снаружи себя. Но поверьте мне, снаружи себя никаких тайных знаний нет. Все знания внутри нас. И все знания человек получает по мере углубления в себя, по мере раскрытия своего творческого потенциала, своей способности наблюдать и медитировать, свои способности любить и выходить в высокочастотное состояние, причем равновесное состояние. И вот в этих состояниях, когда у человека действительно есть варианты включения программы ума на дешифрацию, он может брать нужную ему информацию. Тогда тайные знания ему открываются. Открываются уровни доступа в зависимости от, по мере того, как освобождается место на дисковом пространстве. Что же делать для тех, кто потратил много времени и уже включился в какой-то процесс такой умной изучения, и левое полушарие уже накачано до невозможностей. Так что вот эти всякие структуры и все остальное хочется передать людям. На самом деле режимы торможения мозга есть два. Один режим торможения, вход в медитативное состояние, в глубокие трансовые состояния, возможен просто за счет торможения. Вот активный ритм, бета-ритм, например, 25 Гц. И вы спокойно медитируя, вы можете понизить свой ритм мозга до каких-то частот, 7, 8, 6, как у кого получается, Гц. То есть затормозить. Но для тех, у кого очень активно левое полушарие, существуют техники, которые позволяют человеку как бы разогнаться. Мы перегружаем наш мозг разными интеллектуальными задачами. Перегружаем, перегружаем, перегружаем. В какой-то момент он разгоняется, включение в игру 25, 30, 35 Гц. И в какой-то момент перегруз мозга происходит. И происходит обвал. Обвал и синхронизация правого и левого полушария. То есть идем через перегрузку. Это немножко дискомфортные техники, но они тоже сегодня есть на рынке. Те же самые суфийские окружения сюда относятся. Сюда же относятся решения, например, тибетские решения задач зацикленных, у которых нет решения логического. И человек, очень долго решая их, в конце концов зацикливается, и все равно проваливается внутрь себя. У него отключается внутренний диалог, и он может выйти на определенные ступени общения со своим подсознанием и дальше глубже с бессознательным. Но в любом случае режимы торможения, режимы синхронизации правого и левого полушария, они важны. И важно то, что знания, знания, они находятся внутри человека. А вот на попытках увести человека в логику и в какую-то структуру развивается эго, на этих же попытках развивается у человека левое полушарие логическое, в этих же вариантах добавляются техники, в этих вариантах саморазвития добавляются техники, которые снижают критичное восприятие человека, и таким образом выстраиваются либо секты, либо религии, либо сети, которые чаще всего порабощают сознание человека. Я их называю ловушками сознания. Но если такое случилось, что человек угодил в такую ловушку, как правило, очень хорошо, когда рядом есть близкие люди, которые могут ему это дело указать. Указать чаще всего своим примером, своим адекватным поведением и помочь выйти из нее. Иногда у человека у самого включается режим, и он сам из нее выходит. Но в любом случае важно его осознание. Осознание, что он попал, и что ему надо делать какие-то другие шаги для того, чтобы происходило его развитие. Вот как-то так. Ничего случайно не бывает. Не случайно попадают люди под влияние. Не случайно попадают люди в секты. Ничего плохого в этом нет. Для кого-то это начало-начало, а для кого-то это начало-конца. И это выбирает сам человек. Спасибо за внимание. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч.